Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Николай Кирвас, актер Люберецкого театра «Гомер» и член Люберецкой первичной организации Всероссийского общества слепых. Николай Васильевич, вы у нас уже не в первый раз, поэтому давайте спросим, как у вас дела? В прошлом году буквально отметили 90-летие Всероссийской общественной организации слепых. Как отметили и как обстоят дела сегодня в Люберецком первичном отделении? Ну, добрый вечер или здравствуйте, я не знаю, как лучше сказать. Вы знаете, да, 90-е лет было. Никак не отметили в Люберцах. Дело в том, что все-таки это серьезно. Могли бы сделать бы наше Всероссийское общество какую-нибудь юбилейную медаль, правильно? Могло бы собрать ветеранов, вечер какой-то там, чаю попить, концерт сделать, нас бы даже пригласить в наш радиотеатр. Мы могли бы сделать. Но как-то это все так ушло, все тихо прошло, незаметно. Единственное только мероприятие было, это областное мероприятие 11 ноября, как Всемирный день слепых, собственно говоря. Вот и вся наша радость была. Хотя на проведение вот этих мероприятий наша Московская областная организация получает от губернатора Воробьева 600 тысяч на проведение вот этих мероприятий. Всероссийское общество слепых получает на реабилитацию только 300 миллионов, а вообще вот на все спортивные, культмассовые вот эти вот мероприятия где-то около миллиарда от государства получает. Но вот из этого нам ничего не достается. Вы знаете, я вот, сейчас вы сказали, 90 лет. Я в 91 году, меня избрали председателем Люберецкой местной организации. Работало у нас на Люберецком МПП модуль ВОЗ 415 инвалидов по зрению, то есть инвалидов первой и второй группы. Вот представляете, сейчас работает 15. Те, кто более-менее молодые и способны, они в Москве работают. То есть у нас сейчас туда даже вот заходить опасно на наше предприятие. Кругом вот это вот нежилое и нету родного. Раньше это был как родной дом. Сейчас нет, сейчас этого нету. Придешь, в клубе какой-то запах такой затхлый, и одни арендаторы. Все сдается в аренду, но куда эти деньги идут? Они идут в областное управление и центральное управление. Даже на предприятие деньги не остаются. И представляете, вот эти вот 15 бедных человек, которые работают на Люберецком МПП модуль ВОЗ, получают где-то 5-6 тысяч в месяц. Это целый день сидит там 7 часов. Немножко повысили. Я слышала, что да, получают по 4 тысячи. Вот видите, а ведь раньше получали хорошо, раньше достойно. Но я не знаю, это может, а ностальгия, то, что у нас там были большие вечера и все. Но ведь ветеранов можно было собрать. Вот у нас, например, 85 лет Черкова Таиса Степановна живет на Митрофаново. Всю свою сознательную трудовую деятельность провела на УПП. Муж ее был, знаменитый у нас человек, инвалид первой группы Черков Виктор Палыч. Это первый был. В 1967 году он стал чемпионом мира среди инвалидов по зрению, по шахматам в Лондоне. Был капитан команды. Представляете? Вот сколько у нас еще ветеранов. Колпаков в этом году 70 лет исполнится. И Вашенев. Ну могли бы вот этих ветеранов собрать. Ну, к сожалению, инвалиды войны ушли. А они вот и двигали вот этот весь прогресс. И, собственно говоря, вот это все строительство и работа на предприятии была благодаря им. Поэтому, сами понимаете, радостного ничего нет. Николай Васильевич, но тем не менее, Вы, другие члены общества, все-таки Вы активно принимаете участие в жизни района. Скажите, вот как? Вот буквально за несколько минут до съемки упомянули мне о Вашем проекте. Расскажите о нем, пожалуйста. Вы знаете, вот... Что это за проект, да? Расскажите. Поэтому, Вы знаете, мне так это как-то стало что-то не по себе. Я решил, думаю, ведь это же идет... Ну, я понимаю, лихие 90-е, да? Ну, прошли они уже. Да, прошли. Ну, поколение-то оно только идет, да? Дальше идет. Что у нас там? Ну, много... Много, наверное, вот этого по телевидению идут. Боевики, убийства, жестокость. Отсюда вот эта, наверное, жестокость, садизм какой-то идет, да? Ну, скорее всего, просто вот эта пустота какая-то информационная. Поэтому, думаю, надо ее запомнить. Так, а чем? И... А запомнить ее, вот именно рассказать. Вот я пришел к Борису Борису Шиновикову и говорю, вот у меня такая идея. Как ее воплотить в жизнь? Он говорит, хорошо, займемся этим вопросом. И он меня познакомил с замечательной женщиной Клубничкина, Ольгой Александровной. Раньше был сельхозтехникум. Сейчас это объединение произошло. Вот. И мы провели первую лекцию, я провел. Ну, там, как сказать, лекция, не лекция. Скорее всего, просто встреча, беседа. Я им коснулся немножко, рассказал о всемирной истории слепых. Рассказал о всероссийском обществе слепых. Рассказал им о истории социальной реабилитации. Коснулся немного тифлопедагогики. Что такое тифлопедагогика, извините? Это педагогика слепых. Тифло с латыни слепой. Вот. И понимаете, я не ожидал такого эффекта. Во-первых, вот студенты как-то заинтересованно слушали и вопросы задавали. Но я, вы знаете, я построил это немножко не так, чтобы все весь час говорить об этом. А я, ну, так как я все-таки артист Рейдтеатра Гомер, то есть я где-то минут 10 читаю, рассказываю, а потом раз, какое-нибудь стихотворение, какой-нибудь эстрадный монолог, чтобы они немножко отвлеклись, не напрягались. И так это прекрасно получилось. После этого я прочитал в Красково, тоже в техникуме я там же, и вот бывший Гагаринский, там тоже прочитал. А потом мы концерт дали. Так что у нас еще долг в этих двух отделениях дать. Планирую сейчас с такими же лекциями, значит, вот это Медицинский колледж, который, кстати, тоже укрупнили. Теперь Броница, Раменской и Люберцы. Будет один Люберецкий колледж. Все-таки, наверное, не все наши зрители могут понять, что такое тифлопедагогика, но я все-таки знаю, что вы человек удивительный. Вы не просто вот сейчас сами к нам пришли и стараетесь, и вы мне, помню, говорили, вы стараетесь сделать так, чтобы никто не заметил, что у вас вот такие особенности по зрению. Вот что такое тифлопедагогика, как она вам помогла, собственно, всем этим справиться и жить нормальной жизнью? Понимаете, дело в том, что я уже, так сказать, в зрелом возрасте поступил в университет. РГПУ Герцена, это в Питере, на набережной Мойке. И вот как раз у меня в дипломе и написано, тифлопедагог. То есть, это педагог, который должен, собственно говоря, работать именно с детьми с проблемами зрения. И мне это, во-первых, и в жизни помогает, потому что мой девиз жизни «Если не я, то кто?» И поэтому вот именно как раз нас обучали этому. Есть и тифлопсихология, хотя это, в принципе, отличается, конечно, но и в то же время не отличается. Это «Царствие его небесное», покойник у нас был Литвак, у меня книга есть его, он напечатал «Тифлопсихология». Вот он любил так говорить. Вы знаете, тифлопсихология ничем не отличается от психологии. И тут же, как начинает он читать лекцию, чувствуешь, там отличие, там отличие. Ну, замечательный был человек, вы знаете, в 33 года защитил докторскую. Поэтому, жалко, умер совсем молодым. Но бог с ним, не будем о грустном. Так вот, именно как раз общение. Ну, педагогика, она и есть педагогика, понимаете? Это воспитание, правильно? То есть обучение. Это очень жизни пригодилось. Вот как же вам? Лично вам как это пригодилось? Ну, во-первых, у меня две внучки. Это обучение их тоже обучал их. Ну, и для себя это как-то немножко, во-первых, ты уже знаешь, как лучше подойти. Вот та же ориентировка в пространстве. Я, например, стараюсь ходить один. Но у нас очень много людей в Люберцах, которые обращаются, может, вам помочь? Я никогда не отказываю. Или если уже просто скажу, извините, но я сам постараюсь. Никогда нельзя отказывать. Если люди вот именно вот это делают, свою помощь предлагают, то надо соглашаться с этим. Хорошо. А вот как в Люберцах реализуется программа «Доступная среда»? Вы наверняка о ней слышали. Сталкиваетесь ли с чем-то? Или она все-таки пока есть проблема? Ой, вы знаете, эта программа по всей России идет. Ну, конечно. И по всей России больше говорят, чем делают. Так будем говорить. Вот вы в администрацию нашу заходили? Ну, конечно. Там есть звуковой сигнал? Нет. А могли бы просто радио какое-нибудь. Вот во время приема бы включали бы это радио, оно бы говорило новости. Люди бы, охрана бы не уснула, слушала бы. И человек бы слепой мог спокойно найти и дойти. А вот в УФЦ вы были буквально за углом от администрации, вот многофункциональный центр, там он, говорят, оборудован специально. Да, да, там и тактильная плитка, и все, и звуковые сигналы. Не было. Стоит, наверное, вам оценить. Но в целом, как вы, по городу, вот как по улице пройти-то как? Ну, у нас звуковые только вот на той стороне. И еще... Светопоры, да? Да, да. И вот где ДК есть звуковой. А, кстати, в техникуме, вот, в том же, вот, с 1 сентября обучается группа слабовидящих. С Малаховского интерната пришли, да? И там оборудовано. Там плитка, там это все, вот, так что съездите, посмотрите. Обязательно. Вот. А это обязательно, посмотрю. В эволюционном центре новой школы то же самое. Ну, так как же. Вот. И сейчас же еще открылся один центр, это на Кирово, кажется, где-то. Да? Я еще там не был, но будем там. Потому что мы, наш радиотеатр работает с этим. И довольно-таки мы успешно работаем, Наташенька. В прошлом году мы, так сказать, стали номинантами премии, как она лучше обзывается-то, премии, всероссийская премия. Гражданская инициатива имени Кудрина. Давайте мы об этой премии поговорим немного позже. Сейчас мы прервемся на рекламу. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Николай Кирвас, актер Люберецкого театра «Гомер» и член Люберецкой первичной организации Всероссийского общества слепых. В следующем блоке нашей программы мы поговорим о творческой деятельности и, конечно, о наградах. Ну, а пока не переключайтесь. Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию. Вы смотрите программу «Открытый диалог». У нас в гостях Николай Кирвас, актер Люберецкого театра «Гомер» и также член Люберецкой первичной организации Всероссийского общества слепых. Николай Васильевич, вот давайте теперь поговорим о творчестве театра «Гомер». Вот почти 20 лет ему исполняется, 19 в этом году, насколько я знаю. Расскажите, пожалуйста, о репертуаре. Вот я знаю, что недавно вы создали новую программу. Что это за программа? Какие авторы? Какие именно? Ну, прежде всего, мы в прошлом году уже начали, поставили «Водевиль», «Медведь» по Чехову. И авторы у нас юмористические рассказы идут. Вот, в частности, у меня два новых рассказа. Антон Макуни и Григорий Горин. «Когда горит душа», Григорий Горин. Очень интересный монолог. И вот Антон Макуни, «Рынок нашего подъезда». Они, кстати, это сатира, причем такая острая и забавная. Вот почему именно сатира? Вот там он накомпонирует. Я не знаю, мне больше нравится сатира, хотя, как вам сказать, в тот же «Медведь» там довольно-таки серьезная роль идет, по идее-то, да? Поэтому потом я играл и «Юбилей» Чехова, и «Женитьба» Гоголя. Ну, больше к юмору, я не знаю. Наверное, человек, который понимает юмор, который несет юмор в народ, тот, наверное, дольше проживет. Смех продлевает жизнь, да? Да, наверное, поэтому мне это больше нравится. Я, например, не понимаю людей без юмора. Мне так их жалко. Когда человек не может посмеяться. Когда человек, ну, как-то он бедный человек. Вот Гомер начинал на радио. Вот сейчас вы на радио выступаете, или, может быть, нет, давайте по-другому вопрос поставлю. Вы сейчас больше на радио выступаете все-таки, или на концертных площадках? Нет, нет, больше на концертных площадках. И что же это за площадки? Вот знаешь, что вы уже 11 лет подряд в комплексном центре социального обслуживания населения выступаете. Чего вам так нравится это место, и какие еще площадки есть? Ну, это самая первая площадка, где мы выступили. Ну, вот с Татьяной Семеной думали, это, я прямо говорю, как это, как братья староственные, назвать ли нам кому-то «Спартак», да? Вот, и вот подумали, а почему мы не можем выступить? Можем. И действительно начали выступать. То, что у нас там спектакли были записаны, то есть они в памяти, только поставить на сцене. Сначала так легко оказалось, а потом оказалось так сложно, потому что площадки разные. Есть большие, есть маленькие, есть вообще повернуться даже нет. И, естественно, мы там часто выступаем, это наш как второй дом. И нас там все-все любят. Хотя там уже сколько поменялось работников. Но мы со всеми находим общий язык. Нас нельзя не любить. В Лукарину выступали, в Ногинске, в Егоревске, в Рузе. Ой, теперь только не выступали. Здесь ближайшие... Гастроли даже, получается. Да, да, да. Один раз мы даже, вы знаете, три концерта дали в день в Москве. И ничего выдержали. Но, к сожалению, вот сейчас у нас, как это говорят, одни ушли, других уж нет. Ну, то есть уходят актеры, да, к сожалению? Ну да, годы идут, и кто-то уже не может выступать, а кого-то с нами уже нет. Поэтому пополнять коллектив нужно. А получается пополнять? Нет, нет. Что-то вот как-то, я не знаю. Может быть, мы плохо зовем, а может быть, просто недостаток информации. Не думали из молодежи кого-нибудь позвать? Ну, понимаете, молодежь работает. Ах, ну да. У нас же чем уникальная радиотеатра? А у вас график на это такой? Да, в основном-то у нас, мы днем даем концерты. Ну да, непонятно. То есть, в основном, конечно, мы ждем, и вот у нас, как говорится, наше объятие открытое для тех, кто для инвалидов, для пенсионеров, неважно. Главное, чтобы было время, чтобы была любовь, и, ну, чтобы дикция была хорошая, конечно, и чтобы память была. Ну, и главное, любить искусство, конечно. Когда человек любит, он всего добьется. Вот. И планы у нас, конечно, у нас замечательные планы, то, что мы сейчас перед молодежью выступаем, мы вот на улице Мира Бригантина библиотека, там перед девятыми, десятыми, перед школьниками. Пока только пятой и двадцатой школы, но просятся и седьмая, и девятая школа. К тому же, я вот разговаривал с работниками библиотеки, они просят меня тоже им лекции прочитать для школьников девятых, десятых классов. Я думаю, вот в ближайшее время, если эпидемия это не помешает, то обязательно прочтут там лекции. Потому что у меня вот внучка, она в восьмом учится, естественно, она про меня все знает, я и рассказываю об этом. А вот в ее же возрасте, постарше, должны люди знать. Какие проблемы есть у театра? В чем театр нуждается? Вы знаете, ну, во-первых, мы нуждаемся, конечно, в костюмах. Потому что играть приходится, вот как нам тогда сшили костюмы один раз, так мы их добавляем, убавляем, но в одних и разные эпохи играем. Вот, несмотря ни на что. Конечно, костюмы нужны. Ну и, я говорю, артисты нам нужны, артисты нам нужны, коллеги нужны. Потому что, я говорю, все-таки мало. Что-то можно было бы замахнуться и на Шекспира, но нет народа. Поэтому, слава богу, вот с нами сейчас музыкальную часть нам помогает, с нами ездит, выступает Якунин Александр Иванович, заслуженный артист России. Он как-то разбавляет немножко музыкально. Он музыкант, если я, насколько помню. Да, да, да. Подыгрывает. И еще у нас Света вот сейчас появилась новенькая, тоже у нее и Ария из Аперет, и Романсы хорошо поет. Тоже такая хорошая девочка. Главное, устраивает то, что у нее есть время свободное. Кто-то вот оказывает вам поддержку? Может быть, какие-то организации? Нет, никто не оказывает. Вот администрация дает транспорт и все. Больше пока никто нам ничего не оказывал. Некоторые скажут, да, вот что это он, заныл, вот никто нам не дает, добивайтесь сами. Но извините, мы и так славим Люберецкий район. Поэтому, я думаю, и Люберецкий должен нас прославить район. Чем-то помочь. Но концерты вы, тем не менее, даете благотворительные? Да. Всегда? Без исключения? Да, да, да. Где бы мы ни наступали, мы никакие деньги нигде не получали. Какие-то отзывы о себе, может быть, слышали? Как вообще воспринимает публика в том же комплексном центре, может быть, пенсионеры? Ну, вы знаете, вот в Балашихе мы выступаем, там приходят на театр. То есть там у них вмещает небольшое такое гостиное, там 25 человек, а приходят все 50. То есть ждут нас. В Жуковском тоже на ура мы идем. Ну, и, естественно, в реабилитационном центре в Люберцах тоже. Собираются даже сотрудники. Все бросают, идут. Поэтому, ну, ура, все идет. И программа у нас каждый раз новая, каждый год. У нас руководитель Татьяна Семеновна молодец, она что-то делает. Вот именно она говорит, как это со старой, с этой программой два года выступать? Надо обязательно менять. Всегда менять. Это, конечно, тяжело, но а что делать? Надо быть, следить за модой. Хорошо. Наверняка такая напряженная работа приносит свои плоды. Вот какие награды получили в последнее время? Ну, во-первых, у нас была и премия губернатора. Это наша Подмосковья? Да, наша Подмосковья. Ну, за какой проект? Вот вторая премия у нас была. Вот именно наш... Ой, сейчас не помню, как у нас назывался проект. Ну, хотя бы в чем его суть? Ну, вот именно как радиотеатр мы шли. Да, 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 да. Вот. Потом, значит, вот в декабре получили мы диплом. Это всероссийская премия гражданская инициатива имени Кудрина. Что-то так вот. Наболтал, сам не понял. Все, все понятно. Вот. Там было, значит, 10 номинаций. У нас была номинация «Духовное возрождение». Два года назад мы, как говорится, подавали заявку на эту премию. И вот было 200 номинантов. Из них выбрали 6. Из 6 мы заняли третье место. Получали, ездили. Это было награждение в театре Бабкиной. У нас ездил редактор Люберецкого радио и наш руководитель получали диплом. Они рассказывали, очень все красиво было. Приехали аж в Люберце только в час ночи. То есть это очень долго было, но прекрасно было. И, кстати, очень интересно, с Подмосковья мы единственные, кто были номинанты. Это всероссийская, да, получается? Да, из 10 этих номинаций никого не было с Подмосковья. Одно первое место премию получил вроде бы коллектив из Москвы. А так в основном из Красноярска, с Хабаровска, вот оттуда. Из Красноярска во всех номинациях участвовали. Так он, ой, похвально, похвально. Да, поэтому я и говорю, мы все-таки работаем, и не просто работаем, а славим Люберецкий район. Вот. Ну, какие еще премии? Ну, личные премии мы не будем касаться. Хорошо. Ну, последок, у нас остался последний вопрос. Совсем немного времени. Николай Васильевич, что хотели бы пожелать от себя лично, всем жителям района, всем, кто нас сейчас смотрит? Вы знаете, самое главное, это, наверное, здоровье, здоровье и еще раз здоровье. И потом, вы знаете, главное, не забывайте, что только любовь, добро может принести плоды. Что посеешь, то и пожнешь, как говорится у нас в русской пословице, говорится, да? Поэтому, люди, будьте добрее. И все будет хорошо. И чаще улыбаетесь. А мы постараемся, чтобы вы как можно чаще улыбались. Те, кто неравнодушны к искусству, приходите к нам. Если надумаете, звоните на Люберецкое телевидение или же нашему руководителю Татьяне Семеновне Бейн по телефону 8-495-554-03-38. Мы вас ждем. Мы в вас нуждаемся. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрели программу «Открытый диалог». У нас в гостях был Николай Кирвес, актер Люберецкого театра «Гомер» и член Люберецкой первичной организации Всероссийского общества слепых. На этом мы с вами прощаемся. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова